На прошедшей неделе на площадке законодательного собрания обсудили первые итоги реализации областного закона, который контролирует оборот древесины. Его цель – вытеснить с рынка черных лесорубов, а кроме того, сделать оборот древесины максимально прозрачным. Кроме того, парламентарии обсудили перспективы повышения тарифов на коммунальные услуги в 2021 году. Поправки в областной закон, ужесточающие контроль оборота лесоматериалов, были приняты почти год назад. Владельцев пунктов лесообработки обязали встать на государственный учет и ввести документы оборот, позволяющие проверить количество древесины, место и легальность ее заготовки, а также соответствие разрешенного объема фактическому. В настоящее время в регионе действуют 243 организации по обработке древесины, но не все они перешли на новые правила игры. Сотрудниками районных прокуратур Новосибирской области совместно со специалистами отделов лесных отношений министерства проведены проверки 103 пунктов. По результатам проведенных проверок сотрудниками прокуратуры вынесено 10 представлений об устроении неправонарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. В итоге 12 нарушителям сделаны предупреждения, 9 выписаны штрафы на общую сумму 360 тысяч рублей. Депутаты, заслушав отчет Минприроды, обратили внимание, что львиная доля участников рынка не знала об изменившихся правилах игры. Приходила неожиданно проверка, они работают без регистрации, ну понятно, штрафное лицо. У меня может быть предложение к Министерству природных ресурсов. Если мы меняем правоостанавливающие документы, давайте мы будем их заранее оповещать, что изменились правила, вы должны подать до такого-то числа. У нас же нет задачи их оштрафовать. В целом же, по мнению парламентариев, реализация закона идет успешно. Большинство предприятий, занимающихся лесозаготовкой, своевременно перешли на новый формат и работают с соблюдением всех норм. Первый шаг сделан. Сейчас пройдет еще какое-то время. И, наверное, мы к осени еще раз попросим правительства рассказать, как же происходит реальная работа. Видит ли оно сейчас реальное движение древесины. Потому что поставили на учет, да, это хорошо, но это только первый шаг. Не менее острым вопросом, который обсуждали парламентарии, стало повышение коммунальных тарифов. В 2021 году рост произойдет только один раз – 1 июля. Распоряжением правительства Российской Федерации утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2021 год. В том числе по Новосибирской области. Первое полугодие – 0%, второе полугодие – 4,6%. Гарри Осмодьяров отметил, что ведомство заняло принципиальную позицию при пересчете расценок. Например, в июле прошлого года департамент опротестовал в 9-м апелляционном арбитражном суде решение ФАС о размере тарифа на тепло за 2019-2020 годы. Это позволило при формировании новой цены на отопление исключить из валовой выручки предприятия 202 миллиона рублей, как необоснованный доход, полученный в прошлом периоде. При стопроцентной оплате всеми участниками процесса эти 202 миллиона должны были в части дохода в СИБЭК поступить. Поэтому, признав решение ФАС незаконным, соответственно, эти деньги должны быть теперь изъяты. Еще один болезненный вопрос, из-за которого не раз ломались копии – стоимость мусорной услуги. У нас постоянно идет битва, дискуссия, обсуждение проблем по вывозу мусора в Новосибирской области. Но это уже стало какой-то дежурной темой, и улучшений нет, обсуждений есть, повышений есть. Обывателя это совершенно не интересует. Он день не платит мусор вывезти. Напомним, осенью прошлого года региональный оператор добился увеличения тарифов на вывоз ТКО практически на 40%. С 59 рублей 88 копеек до 83 рублей 36 копеек за каждого проживающего в квартире человека. Но законодатели считают, что качество услуги от этого не повысилось. Почти половина районов жалуются на рекоператора. Жалобы не только нам идут. Я вас уверяю, в министерство идут, и на губернатора идут, и в ГЖИ идут. Поэтому департаменты и ФАС должны занимать такую позицию – действительно проверять экономически обоснованные затраты. В целом же депутаты ЗАГСобрания сочли рост тарифов в регионе обоснованным, отметив, что новосибирцы в среднем тратят на коммуналку меньше, чем жители соседних регионов. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова